Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Руслан Джукаев и вот что в нашем выпуске. Служить Родине наш долг. Все больше добровольцев подписывает контракт с Министерством обороны России. В 110-летие Первой мировой войны научно-практическая конференция прошла в Черкесске, которая собрала ученых из России и стран СНГ. В 80 лет Механико-технологическому колледжу в селе Первомайское прошло торжественное мероприятие. Турнир по футболу красногорских малых ГЭС. Синнейшие команды республики стали участниками соревнований. Сегодня глава Карачаева Черкесии в режиме ВКС принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета, которое прошло под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова. На совещании рассмотрели вопросы противодействия распространению идеологии терроризма и идей национализма в молодежной среде на территории СКФО. В результате обсуждения определены приоритетные задачи в сфере профилактики терроризма на Северном Кавказе, в том числе направленные на предотвращение деструктивного воздействия террористической пропаганды на молодежь. Сегодня в Черкесии 8 человек подписали контракт с Министерством обороны России. Добровольцы отмечают, что принять участие в защите и безопасности отчетчества – долг каждого патриота своей страны. Сотрудники военного комиссариата региона подробнее разъяснили контрактникам, какие льготы предоставляются военнослужащим и их семьям. Подробности в материале Алихана Лепшокова. Житель Черкесии Олег Дзамыхов сам пришел в военкомат, чтобы подписать контракт с Министерством обороны России. Важно отметить, что двое его сыновей уже завтра будут проходить срочную службу. Служить Родине – наш долг. И на своем примере я показываю своим детям, что только вместе мы сможем сохранить мир и благополучие нашего государства, отмечает доброволец Олег Дзамыхов. Я говорю, что не стоит бояться, потому что Родина требует такая обстановка, такие обстоятельства. Сыновья идут на срочную службу в армию. Но я тоже своего рода на службу, не на срочную, но тоже в армию. В ходе подписания контракта будущим военнослужащим разъясняют, какие меры поддержки предоставляются для них. Единовременная выплата в Карачаево-Черкесии для контрактников – 2 миллиона рублей. В месяц каждый из них будет получать ежемесячную заработную плату от 210 тысяч рублей в месяц. И примирование могут получить в год от 5 миллионов рублей. Граждане, которые заключают контракт с Минобороной, получают единовременные выплаты – 1 миллион 600 от главы Карачаевской республики и 400 тысяч от главы государства. Они, получается, едут не в зону проведения СВО, а на подготовку на две недели. После подготовки они отправляются в зону специальной военной операции. С каждым, кто нам приходит, мы проводим беседу. И стоит отметить, что ребята довольно серьезно относятся к службе и готовы быть полезными для своей родины. Филиал Всероссийского общества знаний организовал в Верховном суде Карачаева-Черкесии экскурсию в истории региональной судебной системы. О возможностях поступления на государственную гражданскую службу вместе с будущими выпускниками 9-й гимназии черкеска узнавал корреспондент Артур Мкце. Проекты Всероссийского общества знаний уже помогли многим представителям молодежи Карачаева-Черкесии определиться с будущей профессией. На этот раз для 11-ти классников 9-й гимназии была организована экскурсия по коридорам и залам Верховного суда республики. Вместо с Верховным судом Карачаевской республики реализуем проект, который называется «Знание карьера», организатором которого является Российское общество знаний. Этот проект помогает для школьников и студентов определиться в выборе будущей профессии. Мои личные практики я проработал здесь более 7 лет именно в Верховном суде, так что как-то есть возможность как-то обратиться к молодежи и посоветовать им в выборе государственной гражданской службы, оставаясь в России. Юноши и девушки получили возможность ближе познакомиться с региональной судебной системой. Представитель Верховного суда республики рассказала о концепции информационной политики, а также о нюансах поступления на государственную гражданскую службу. Председатель Верховного суда Лепшоков-Наур Забрекович является инициатором всех этих просветительских мероприятий. Он заинтересован в том, чтобы талантливая молодежь, а у нас их очень много, после получения высшего юридического образования обратили внимание и на работу в судебной системе. Мы периодически проводим мероприятия такого рода, как экскурсии в зданиях судов, это на территории всего региона. Также мы проводим Дни открытых дверей, когда учащиеся студенты имеют возможность, как говорится, зайти внутрь системы, посмотреть и для себя решить, подходит им данная среда или нет. Такие дни открытых дверей интересны и самим работникам судебной системы Карачао-Черкесии. Возможно, кто-то из этих пока еще школьников по окончании высшего учебного заведения вернется в здание Верховного суда Республики уже в качестве сотрудника и вспомнит о нынешней экскурсии, как о получении билета в будущую профессию. Артур Мухцельбастанов, Вести, Карачао-Черкесия. В Черкесске прошли потолпашинские чтения. Всероссийская научно-практическая конференция проводилась в Республике пятый раз и собрала ученых из России, Армении, Белоруссии и Чехии. В этом году форум был посвящен 110-летию начала Первой мировой войны. Подробности у Али Баташева. Я вот сегодня в рубахе славянской, казачьей и в карачаевской папахе. Совмещаю этих два народа вместе. Тема доклада Богдана Слободенюк – Содружество горцев и казаков в годы Первой мировой войны и формирование дикой дивизии. Сфера научных интересов Радмилы Стребковой – война в художественном творчестве Алексея Толстого. Очень важная тема, потому что он раскрывает все аспекты мировой жизни, как тыловой, так и где идет сам бой. Это ведь серьезная страница не только истории России, но и международной истории, потому что полностью изменилась геополитическая ситуация, и она имела огромные последствия для последующих событий. Поэтому, конечно, мы не могли обойти без внимания эту юбилейную дату. И серьезная дата, конечно, которая уже локального уровня – это 90-летие разрушения Никольского собора, который… это был собор, войсковой казачий собор. В этом году на форуме организована студенческая секция, на которой молодые ученые могут не только выступить с докладом, но и задать интересующие вопросы старшим участникам. На торжественном открытии присутствующих приветствовали организаторы конференции. Они желали успехов и говорили о необходимости сохранения исторической правды, объективной оценки происходящих событий, нравственного воспитания молодежи. Я не могу не вспомнить слова первого канцлера Германской империи от того Бисмарка о том, что войны выигрывают не полководцы и генералы, а школьные – учителя и священники. И это правда, так как именно учителя и священнослужители воспитывают подрастающее поколение в духе патриотизма и любви к своей Родине. Первое дело – это воспитать в детях чувство патриотизма, любви к своей Родине, уважение к другому народу, любовь к культуре народа, с которым он проживает. И поэтому мы здесь будем стараться молодым людям донести и в том числе вот такие нормативы, которые им будут полезны в жизни. По результатам конференции планируется издать сборник научных трудов. Али Баташев, Галина Алиева, Али Бастанов. Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест. Постельные принадлежности, одеяло, дивантеки, полотенца и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Черкесск, Октябрьская, 321-Б. Телефон 8 929 860 8036. В Карачаево-Черкесии ночью местами небольшой дождь, днём преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный 5-10 метров в секунду, днём будут порывы до 11-14. Температура ночью 5-10, в горах 0 плюс 5, а днём 17-22, выше нуля и местами до плюс 13. В Черкесске ночью слабый дождь, днём без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду, днём будут порывы до 14. Температура ночью 8-10, днём 20-22 градусов тепла. Продолжаем наш выпуск. В селе Первомайское Малокарачаевского района прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню среднего профессионального образования и 80-летнему юбилею Механико-технологическому колледжу. Поздравили всех виновников торжества, министра образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко и депутаты Народного собрания республики. Подробнее расскажет наш корреспондент Алих Алипшоков. Более 20 тысяч выпускников выпустил за 80 лет Механико-технологический колледж в селе Первомайское Малокарачаевского района. Сегодня знаковое событие в жизни не только данного образовательного учреждения, но и в деятельности среднепрофессионального звена образования. Всех виновников торжества поздравила министра образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко. Также она вручила подарочный сертификат руководителю колледжа Аслану Джатоеву и наградила почетными грамотами подарками педагогов колледжа региона. Система среднего профессионального образования с момента зарождения прошла непростой путь. И на протяжении всего этого времени система обновлялась, совершенствовалась, модернизировалась. В Карачаево-Черкесской республике без преувеличения система СПО имеет стратегическое значение. От качественной подготовки кадров зависит состояние реального сектора экономики. И надо отметить, что за последнее время происходят большие изменения. Увеличивается количество бюджетных мест. Также за вклад в среднее профессиональное образование почетными грамотами от парламента республики наградили депутаты Алексей Ганшин и Адам Гучаев. В свою очередь они также отметили, что качественная подготовка будущих кадров в производстве зависит от профессионализма и компетенции педагогов. Я от души хочу пожелать успехов колледжу. Вы даете базовые знания, которые после вашего колледжа могут идти спокойно в вузы учиться и любые учебные заведения, потому что базовые знания основные вы получаете, наши студенты получают у вас. Но и не только ваш колледж, вся система среднепрофессионального образования. Вот у вас представитель один, Адам Камзатович, заканчивал здесь колледж. Вот я тоже заканчивал, моя супруга и мои две дочки заканчивали колледжи в Черкесске. В механико-технологическом колледже можно получить образование по таким профессиям, как автомеханик, повар, кондитер, технолог-конструктор, изготавливающий изделия легкой промышленности, юрист, экономист и IT-специалист. Для всех этих направлений в учебном заведении есть все условия, чему стали свидетелями представители разных учебных заведений среднего звена. Директор механико-технологического колледжа Аслан Джатой поблагодарил всех за поздравление и подчеркнул, что руководство СУЗа делает все необходимое для его развития. За 80-летнюю историю наш колледж прошел большой путь от Первомайской специальной школы мастеров сыроделия до одного из динамично развивающихся профессиональных образовательных организаций Карачаева-Черкесской республики. На сегодняшний день в колледже ведется обучение по самым востребованным специальностям экономики региона, а также по широкому спектру программ профессиональной подготовки. В настоящее время в колледже получают образование более 400 студентов по очной форме. Колледж является нашим вторым домом, где мы получаем качественное образование, отмечают студенты. И сегодня, в день почти векового юбилея, мы желаем ему дальнейшего развития и процветания, подытожили ребята. Праздник очень запоминающийся, преподаватели обучают очень хорошо, мне все нравится. Колледж дают очень хорошие знания, полезные, и в будущем мне это пригодится. После для всех собравшихся был организован концерт с участием известных артистов республики. Али Ханепшоков, Али Бастанов, Весикарачаево, Черкесия, Малокарачаевский район. Настоящую палитру неподдельных эмоций от побед и поражений участникам и гостям уже второй год подряд дарит открытый турнир по футболу красногорских малых ГЭС. Как и в предыдущем, в станицу Красногорскую, у Джигутинского района съехались сильнейшие команды республики. Ну а вот с отличием соревнований в этом сезоне стало то, что спортивные соревнования начали обретать статус межрегиональных. Ахмат Халкевичев продолжит тему. По турнир съехались лучшие команды не только Карачаева Черкесии, но также прибыли гости из соседнего Краснодарского края. Праздник спорта открыли команда Карча, села Чапаевская и Арамат из Кубани. Тут хороший уровень турнира, я знаю, команда «Нарт» хорошая, они собраны с лучших игроков Карачаева Черкесия. Команда очень хорошая, красногорская, потому что ребята работают, видно, они всегда участвуют в турнирах, всегда участвуют в финалах. Видно, ребята уважают футбол, сами любят, молодцы. Ну а вот эта команда «Карча», в которой мы играли, я первый раз их видел, играть не буду, ну, провела хорошее впечатление. Большие ребята бьются, бегут, молодцы. За последние 34 года, как мы играем с вами, у вас очень уровень поднялся детского футбола в республике. Все, как говорится, по-взрослому. Каждый тайм длится 20 минут. Звание самых быстрых, ловких и достойных командам необходимо оспаривать в шести матчах. Играют футболисты 10-11 годов рождения. Этот возраст выбран не случайно. Как делится тренер станичной футбольной команды «Красногорец» Семен Михайлович Скиба, в нашем регионе футбол наиболее популярен именно в этой возрастной группе. Я уже по первым минутам вижу, что борьба у нас будет очень упорная. Даже в прошлом году там, ну, на самое первое и четвертое место практически минимально разделяли, минимальные показатели. И в этом году я тоже чувствую, что это будет так. Ну, призы «Росгидра» подготовил абсолютно для всех команд, абсолютно для всех участников. Кубки за первое, второе, третье и за участие в этом турнире. Профессиональный взгляд и в самом деле не подвел Семен Михайловича. Противостояние действительно с первых же минут турнира развернулось жесткое. Наша основная задача, вот именно организаторов в станице Красногорска, мы хотим показать, что у нас вот, всем хотим показать, что у нас спортивная станица. Ну, а с хозяевами поля на первый матч вышла футбольная команда «Нарт» из Черкеска, которая, по мнению большинства наблюдавших, является фаворитом турнира. Но, как оказалось, не все так просто. Первый тайм команды завершили с ничейным счетом. Ну, а ко второй половине следующего тайма первый гол забили хозяева поля. Вообще, собирались выиграть всех, но почему-то не получается. В чем преимущество соперника, в чем преимущество вашей команды? Ну, то, что они хозяева поля, они тренируются каждый день здесь, а мы нет. Поля не очень, потому что кочек много и играть сложно, из-за того, что мы не привыкли. Из-за этого хозяев поля легче играть. К концу турнира призовые места распределились следующим образом. Золото соревнований у команды «Корча». Серебру завоевали красногорцы, а замыкает тройку лидеров команда «Нарт». В день защиты животных школьники «Черкесская», участники движения «Навигатор детства» во главе с советником директоров по воспитанию образовательных учреждений республиканской столицы посетили госпиталь для животных «Белый клык» и провели акцию «Большая помощь маленькому другу». Многие из них регулярно оказывают поддержку этому приюту для собак и кошек, и на этот раз привезли различные корма. На сегодняшний день госпиталь «Белый клык» нуждается в поддержке. Необходимы средства на лечение, питание и многие другие нужды. Главная цель мероприятия – обратить внимание человечества на проблемы животных, особенно бездомных, также повысить активность со стороны населения. День защиты животных призван напомнить об ответственности, которые все мы несем за братьев наших меньших. Мы собрали корм с активистами и привезли в «Белый клык». То есть этим мы показываем, что надо воспитывать в детях сопереживание, доброту. Ведь сами животные не могут же попросить о помощи, и мы об этом не должны забывать. Большая благодарность советникам-директорам, что в этот день, День защиты животных, они нас поддержали, тем самым показали своим воспитанникам, детям, студентам, что есть на свете доброта, доброта к животным. Благодаря советникам-директорам, преподавателям, дети тем самым, когда приезжают в госпиталь «Белый клык», видят этих животных, и в них рождается доброта. В Черкесске состоялись соревнования по конному спорту. Юные наездники показали свое мастерство в конкуре. Зрелищный вид конного спорта привлекает к себе все больше участников. Они успешно преодолевают барьеры, отсюда и растет и квалификация всадника. В конкуре оцениваются скорость, мощность и стиль. Конкур – это своего рода тандем лошади и всадника, который сливается воедино, чтобы добиться цели. Этот вид спорта отличается удивительной зрелищностью и способен порадовать зрителей. Такими событиями отмечен этот день прямо сейчас. Смотрите продолжение фильма «Лютик и Анютик». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин